Представим опыт нашей скрининговой программы, это пилотный проект, длится он сейчас ровно год и результаты как раз за год. Очень кратко о том, что в Pubmedia увеличивается количество и публикаций о скрининговых программах ежегодно, и это мировая тренд, мировая тенденция, скрининг есть абсолютно на всех языках, везде, где угодно, и в Китае, и в арабских странах, и мы с вами разговариваем здесь об этом, конечно, под влиянием определенных тенденций. Что отличает другие страны от, мы берем Москву, потому что знаем ее детальную характеристику. У нас низкая давность, здесь скрининга во всем мире в Москве, это диспансеризация, у нас нет программы официального скрининга, только диспансеризация. Низкая явка, возраст разнообразный, у нас 39-75, об этом уже говорили, интервал 2 года такой же практически, как и у всех. На тысячу проведенных маммографии выявляемость среднего 4,8 брака и снижение смертности за период действия этой программы у нас достаточно низкий, потому что, в принципе, программы у нас как таковой нет. Если говорить о социально-экономической эффективности скрининга, которые поднимались уже эти вопросы, то в Сколково провели большую аналитическую работу, в которой доказали затраты на первую, вторую стадию и третью, четвертую лечение, и показали, что программа скрининга рака молочной железы является эффективной только при увеличении выявляемости ранних 0,1, не 0,2, здесь 0,1 стадии на 10%. Только в этом случае экономически она будет целесообразен и выгоден. Цель нашей программы – это повысить выявляемость рака молочной железы на ранних стадиях, потому что, конечно, за год мы не можем увидеть ни снижение смертности, ни других показателей. Поставили себе 33%, 70%, 80% – это такой условно-целевой показатель, в котором мы, в принципе, если считать поминздрава, уже достигли. Увеличить отхват к скринингам до 80% группы риска, снизить время до постановки диагноза и снизить количество клинических значимых расхождений при интерпретации мемографических снимков. Какая у нас есть нормативно-правовая база? Это была наша инициатива нашего центра – научно-практический клинический центр медицинской радиологии Департамента здравоохранения города Москвы. Теперь у нас так сложно называется. Департамент принял приказ и сдал о реализации пилотного проекта. Далее у нас были соглашения с МГФОМСом о том, какие именно мы делаем протоколы, что мы в них пишем, потому что, как тоже уже много раз об этом говорили, и сам фонд, и страховые компании, они очень сильно придираются при любых вопросах, при любых ситуациях. Что мы сделали? Просили письмо о том, что мы делаем только короткий протокол в скрининге, где указана только категория Байратс 0.1.2 и только плотность молочной железы. Получили это согласование, и теперь оно все оплачивается. Но если нужно об этом говорить, то в Москве поликлиники – это подушевое финансирование. Они не получают поуслужные деньги. Они получают за прикрепленное население. Поэтому в рамках реализуемый скрининг, нереализуемый скрининг, деньги у города не забираются. Это вот такая у нас особенность. Нам не требуется дополнительного финансирования на эту часть реализации программы, и мы ее не получаем. Все, что делаем мы в центре – это наша инициатива, все остальное за счет средств ОМС, как было, так и идет. И второе письмо МГФОМСа об оплате второго чтения. Сейчас у нас есть только один, к сожалению, тариф. Он стоит около 126 рублей, но хотя бы его мы согласовали, что в скрининге он, возможно, будет получать. Поуслужно, опять же, нет, только если это второй этап. Какие у нас есть инструменты и участники? Есть агитация, есть качество проведения, есть маршрутизация, мы будем об этом говорить дальше. И на каждом из этих инструментов есть отдельная ответственность. Здесь профилактическая медицина и Департамент информационных технологий, Департамент здравоохранения Москвы. ГВС, главный университетный специалист по лучевой диагностике, отвечает за качество проведенных и интерпретацию проведенных маммографических исследований. За маршрутизацию должны отвечать онкологи, но, к сожалению, сейчас этого не происходит. Итак, этапы нашего скрининга – это приглашение женщин на скрининг, проведение маммографии, которая проводится на первом этапе, чтение второго, второе чтение, дообследование и лечение. Разделено на три этапа. Мы смотрим как продолжительность, так и качество этих этапов. В пилотном проекте задействованы 8 организаций первого этапа, 4 организации второго и 3 организации третьего. Группы риска 50-69 лет, не проходили маммографии в течение последних двух лет, нет изменений кожных покровов молочной железы, выделений, боли или пальпируемых образований. Нет активных жалоб на молочную железу у пациенток. Про приглашения. Отдельная часть, почему я задавала вопрос, это самое сложное, как пригласить женщину на скрининг. У нас, не знаю, может быть везде страховые компании присылают на почту «приходите на диспансеризацию». Я просто разрываю это приглашение, выбрасываю в ведро. Делают так большинство. И поэтому заставить женщину прийти, это очень сложный процесс. У нас за это отвечает отделение медицинской профилактики поликлиник. Они вызванивают пациенток, и мы видим небольшую корреляцию между количеством звонков и приходом женщин на скрининг. Должны быть активно задействованы терапевты, ВОПы, врачи общей практики и другие клинические специалисты, которые просто, видя женщину этого возраста, направляют ее в отделение медицинской профилактики или непосредственно на маммографию. Очень интересный вопрос о социальной значимости и рекламе. Один только раз достаточно было департаменту здравоохранения сделать рекламу, не рекламу, а у нас в метро, когда заходишь, подключаешься к Wi-Fi, там получается такое изображение. Так вот в этом изображении говорилось о нашем скрининге. И у нас сразу пики вообще заходов и на сайт, и звонки, и всего, чего только можно было сделать. То есть административная поддержка, она в этом плане очень важна. Если мы говорим о привлечении в проекты, то, конечно, создание сайта, формирование колл-центра. Мы сделали его на своей базе, он собирает только жалобы от пациентов, а основной колл-центр каждой организации находится у них. Разработка скриптов для колл-центров – это тоже отдельный вопрос, потому что мы занимались им несколько месяцев. Как правильно разговаривать с женщиной, что и говорить, что и не говорить и так далее. Печать приглашений, размещение информации на сторонних ресурсах, статьи, социальная реклама, привлечение каких-то фондов и некоммерческих организаций. Итак, проведение маммографии. За год мы провели чуть больше 38 тысяч маммографий. Это 70% от нашего такого целевого показателя. Мы посчитали, что должно быть сделано 500 на каждом маммографе в месяц. Из них 84 соответствовали группе риска. В среднем на одном маммографе было 359 исследований в месяц. У нас не были разделены потоки. Там, где скрининг, была там и диагностика. В поликлинике сделать это практически невозможно, поэтому на эту часть мы не делали упор. Как мы отбирали критерии, была анкета, ее заполняет пациент при рентгенолаборанте. И, к сожалению, 16% у нас так и не соответствовали группе риска. Проблема – это было халатное отношение к заполнению, пропуски пациентов с симптомами, трудности в обработке анкеты и большой воем данных. У нас есть для этого решение – это сокращение объема, перенос в медицинскую информационно-аналитическую систему. Поэтому мы надеемся, что это будет в ближайшем будущем. Обучение рентгенолаборантов и контроль исполнительской дисциплины. Так как нет дополнительного финансирования, в принципе, ни на одном из этапов нет заинтересованного человека финансовой. Поэтому он делает это просто в рамках своих трудовых ежедневных обязанностей. Конечно, если мы просим ему делать какую-то дополнительную нагрузку, он воспринимает это не совсем с радостью. Доля отправленных на дообследование – один из критериев, который мы для себя ставили, что должно быть отправлено на второй этап не более 10% от просмотра их монографических изображений. Как вы видите, в начале проекта это были огромные цифры. Все врачи перестраховывались, они отправляли больше, чем нужно. Дальше мы провели огромное количество и методических, и образовательных мероприятий и с заведующими, и с самими врачами, и с рентгенолаборантами. Дальше провели тестовый контроль всех врачей, обучение через вебинары и повторный контроль. И это постоянный еженедельный мониторинг. У нас есть специалисты, которые выезжают в организацию, с каждым разговаривают и с отделением медпрофилактики, и с отделением лучевой диагностики. Второе чтение – экспертная оценка. Об этом тоже очень много говорили. Мы сделали в самом начале, мы ее не проводили, абсолютно честно. И у нас доля клинических значимых замечаний была от 5 до 20%. После 1 августа 2018 года мы поняли, что нужно обязательно включать, и сделали перекрестное между двумя организациями в системе единой радиологической информационной системе, куда подключены маммографы. У нас снизились доли клинических значимых расхождений в этой организации до нуля по данным аудитам. И сейчас, 1 апреля, мы делаем так, что все исследования, когда врачи в поликлиниках ставят Bayratz 0, они все уходят к нам в НПЦ на экспертное мнение автоматически. Посмотрим, что из этого будет. Конечно, мы в дальнейшем планируем сделать полноценное двойное чтение каждого снимка. Экспертная оценка проводится через единую радиологическую информационную систему. Эксперт, сразу отвечу, эксперт – это тот, кто прошел у нас тестирование, оценку по кейсам и еще собеседование с уже имеющимися экспертами. Итоговая оценка и отчетный рейтинг. Итоговая оценка – это полное соответствие, замечание общего характера, когда есть только замечание к описанию, что-то не соответствует, но никак не влияет на клиническую значимость. Клинически незначимое и клинически значимое расхождение. Представлена матрица расхождения. В дальнейшем мы планируем, чтобы эта система считала автоматически. Оценка проведения маммографических исследований. Очень большие всплески некорректно проведенных маммографических исследований. У нас большая проблема с рентгенолаборантами. Их не хватает. Мы их только обучили, они увольняются. И так далее. Даже несмотря на то, что зарплаты подняли, в поликлиниках рентгенолаборанты недостаточно получают, чтобы быть мотивированы и оставаться именно на маммографическом. Мы хотим, чтобы рентгенолаборант умел делать только одно исследование хорошо и делал его постоянно. И вот это заужение у нас, к сожалению, вызывает большие сложности с кадрами. И самый большой процент – это нарушение укладки и позиционирование срезов. Что касается оценки проведения качества описания рентгенологических исследований, то здесь тоже они были сначала огромные. После методических различных и двойного чтения сошли на нет, сейчас опять немножко подросли. Клинических значимых у нас сейчас в среднем по 2018 году 7%. За февраль – 5%. Нарушение интерпретации, гипо- и гипердиагностика, больше гиподиагностики, то есть пропуск находки. Внутри гиподиагностики пропуск образования – это 30%. Внутри нарушение интерпретации образование видят, но неправильно проводят диагностику. И гипердиагностика тех же самых образований и кальцинатов с лимфоузлами описывают больше, чем есть на самом деле. Сейчас мы вводим центр оценки компетенции, когда все врачи, которые приходят на работу в городское здравоохранение, они будут проходить у нас тестирование. Если они пришли читать маммограмму, они обязательно будут проходить тесты по кейсам. 70% такой порог. Если они прошли, мы пишем письмо, по крайней мере сейчас так планируется, пишем письмо главному врачу, что сокращайте испытательный срок, он готов. То есть все то, что говорили про Норвегию, про аттестацию, вот сейчас мы пытаемся это ввести на таком массовом уровне. Дальше по итогам аудита, если кто-то совершает ошибки, мы их приглашаем уже сейчас по своим рейтингам, проводим с ними тестирование и собеседование. И сделали программу Медэксперт, когда каждый должен быть, кто участвует в скрининге, в обязательном порядке сделать это раз в три месяца, загрузить свои картинки по разным категориям. И наши эксперты проверят, правильно он сделал или неправильно. Все это проходит в дистанционной форме, человеку никак не нужно приходить к нам. На примере маммографии, на приеме на работу, вот так выглядит эта схема, автоматическое получение ID, тесты, не менее 40% это вопрос расторжения трудового договора, 40-70% ссылка на обучение вебинаров, прохождение обучения, повторное тестирование и так далее. Все это должно занимать не больше месяца для того, чтобы он успел пройти воспитательный срок. Тестирование мы пробовали сейчас делать. Самый большой вопрос по тестированию, как правильно их сделать. Особенно по кейсам это очень сложно. Два врача не могут договориться о том, что здесь написано, нарисовано, что они видят. Это на самом деле очень сложно, и поэтому выбрать 100% объективно одинаковое изображение, которое 10 человек назовут, нереально. Поэтому у нас, конечно, первый тест провалился. Даже опытные врачи набрали 45% правильных ответов. После вебинара они набрали уже 67%, и сейчас мы просто поняли свою ошибку, мы переделываем эти тесты и будем следующей итерацией. Когда мы видим, что что-то не так, мы не говорим, что человек сразу надо уволить, и что он вообще плохо работает и так далее. Мы всегда предлагаем ему обучение персонализированное. Если он где-то ошибся, даже не касательно маммографии, в КТ, в какой-то определенной зоне, мы даем ему учиться именно этому. Касательно маммографии – это вебинар, дистанционные курсы, очные курсы, мастер-классы, которые важны именно для рентгенолаборантов. Маршрутизация на дообследование. Получили направление на дообследование из первого на второй этап. Больше 3000 женщин, но дошли до него. Почти меньше двух. Мы теряем огромное количество пациентов, это 40, хотя мы теряли гораздо больше, у нас сейчас цифра снизилась. Из-за абсолютно разных причин. Очень много это и фобии, и женщины скрывают, и они начинают заниматься самолечением. Они уходят в частные центры, они уходят в федеральные центры. Как бы это неплохо для нас не звучало, но если они уходят в федеральные центры, мы больше о них ничего не знаем. Вот совсем не можем их больше найти. Для нас это катастрофа. Действительно, уходили, теряли очень много, до 50% мы теряли. После того, как сделали ответственного за контроль маршрутизации в первом этапе, и онлайн-таблицы, которые соответствуют абсолютно 152 ФСЗ по персональным данным, они ведутся в гугл-формате. У нас нет сейчас единой системы, которая соединит поликлиники и стационары. У нас есть только радиологическая, и, к сожалению, у нас ее нет. Они нам обещают ее уже много лет. Вот в 2020 году она должна появиться везде. Если она будет, отлично, мы будем это вести самостоятельно. Канцер-регистр мы тоже на него не можем. То есть вот эта проблема у нас есть, и она нам мешает жить дальше. Время до верификации рака молочной железы. В соответствии с приказом она должна быть менее 10 дней. Мы сейчас укладываемся в этот объем. Направление на дообследование и гистологическая верификация в среднем до 10 дней получается. Без учета тех, которые не дошли. Мы сначала показывали данные и считали, что если пациентка не дошла, значит, она у нее 90 дней в течение... Раз-два-три месяца, квартал. В течение квартала не пришла, значит, 90 дней, но огромные цифры получались, и мы начали считать просто на тех, кто приходит. Если женщина пришла, то она за 10 дней абсолютно точно получит свой диагноз. И лечение. С этим у нас есть проблема, потому что если мы посчитаем выявлено злокачественное образование по данным второго этапа, где уже провели дополнительную диагностику, биопсию, то у нас получается следующая картина. Больше всего первой стадии, меньше второй, и еще есть неизвестные. Но если мы посмотрим четкие данные гистологии и иммуногистохимии, к сожалению, мы знаем только у 77 пациентов, потому что после второго этапа, когда пациенты поняли, что у них есть злокачественное образование, они дальше точно так же уходят в другое место, уходят к федералам, я не знаю, куда угодно, и мы опять же их теряем. Из этих 77 пациентов большая часть – это первая стадия. Первая стадия, если мы ее делим по АБЦ, получается, что, сейчас посчитаю, 40-50% меньше сантиметра. Неинвазивный рак, к сожалению, только 2%, и инвазивный рак меньше сантиметра – это 37%. Но это только те пациенты, которых мы точно знаем диагностику. Лечение уже провели. Общие итоги нашего проекта. Из 38 тысяч, 3 тысячи отправлены, 2 тысячи дошли, и выявлено 184 рака молочной железы. Это 4,8 случаев на тысячу бессимптомных обследованных женщин, и на ранних стадиях – это 81%. То, что хочет от нас услышать Минздрав, этого мы достигли. По первой стадии только что цифры были представлены. Сформирована методология проведения скрининга, успешно предназначена модель телеаудита, разработаны научно-практически информационные материалы. У нас есть проблемы и много нерешенных, недостаточное количество направлений, низкая квалификация рентгенолаборантов и врачей, в том числе, мы постоянно их должны обучать. Высокая потеря женщин при маршрутизации между этапами. Перспективы – это подготовка и обучение, открытие дополнительных маммологических центров, расширение проекта на регион. И самое главное, что скрининг – это не только врачи, которые делают, рентгенолаборанты, которые делают маммографию, врачи, которые ее описывают. Это лишь одна из ячеек огромной совершенно работы, где есть и пиар, где есть айти, где есть аналитики, где есть административная поддержка. Вот все это можно назвать скринингом. Если чего-то одного не хватает, то качественных результатов мы совершенно точно добиться не сможем. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!